В Иванове появилась лаборатория безопасности. Наша область вошла в число регионов, которые в 2018 году получают оборудование и материалы для работы в рамках профильной программы по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Важно, чтобы дети в самом раннем возрасте имели возможность не только привить правила дорожного движения, привить им правила поведения на дорогах, но самое главное, чтобы были инструменты для этого ознакомления. Яркий оранжевый автомобиль теперь передан на баланс областного центра развития дополнительного образования детей. На деле в этой, казалось бы, небольшой машине целый комплекс. Здесь есть все, чтобы можно было смоделировать любую дорожную ситуацию. Это замечательный автомобиль «Форд», который является грузопассажирским и можем нашу лабораторию перевозить именно в любую сельскую школу. Все, что вот здесь есть, около 10 тысяч единиц методического обеспечения, в том числе и подарки, скажем так, как мы называем, раздатка для детей с правилами дорожного движения. Все это вполне мобильно по всей территории Ивановской области. Презентацию лаборатории из-за дождя перенесли в помещение. Упор, рассказывают специалисты, сделан именно на практические навыки. Поэтому в развернутом комплексе можно найти модели схем дорожного движения, самокаты, велосипеды, шлемы, детские кресла и все необходимые декорации, чтобы воссоздать настоящий участок проезжей и пешеходной зоны. То сопровождающий материал, который вы видите, в том числе и автомобиль, позволяет разворачивать мероприятия как в самых маленьких классах в отсутствии площади, так и на больших площадях в городе. И проходимость этого проекта будет меняться исключительно в зависимости от площади, на которой он разворачивается. Учебно-методический комплекс позволяет обучать детей практически всех возрастов от 5 до 16 лет. Для того, чтобы грамотно рассказать ребятам о правилах и провести игры, подготовили двух специалистов, которые впоследствии и будут работать на этом комплексе. Интересно, что ребят учат смотреть на дорожную ситуацию не только глазами пешехода. Ученикам позволяют почувствовать себя и водителем, и пассажиром. Это тема пешеходной безопасности, пассажирской безопасности, безопасность двухколесных транспортных средств и первая помощь. В первую помощь важный такой аспект, который в большинстве случаев часто ускользает или преподается вне том формате, в котором должен был быть. Все модули при этом, они адаптированы под каждый возраст. По итогам четырех месяцев 2018 года в России произошло более 40 тысяч ДТП. Более 4 тысяч человек погибли. Сформировать культуру поведения на дороге и избежать опасностей – вот главная цель лаборатории. И добиться ее получится. Совсем скоро автомобиль начнет курсировать по учебным заведениям. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.